если на западе к лекарственным средствам относятся с скажем так настороженностью то нас лечиться любят намного больше но наших людей отличает великая сила магического мышления что я имею ввиду я имею ввиду что есть вера в то что есть волшебные таблетки на все случаи жизни но также как и в любых сказках у маги обычно есть своя цена из аптечки психиатров а еще чаще это из аптечки невропатологов которым обращается большинство так и не дойдя к сожалению до непосредственно кабинета психиатра уже полюбившиеся есть уже полюбившиеся многим на тропы это лекарства которые должны положительно влиять на психику согласно аннотации на тропы улучшают память приспосабливают организм к экстремальным нагрузкам снимают нервные утомления замедляют некоторые возрастные изменения как правило их назначают больным перенесшим инсульт имеющим нарушение мозгового кровообращения жалуемся жалующимся на ухудшение памяти но есть одно большое но обосновать пользу и эффективность на тропных препаратов методами доказательной медицины до настоящего времени никому так и не удалось ни в сша не в западной европе на тропные средства не применяются наверное полезно узнать некоторые факты на тропах назначение на тропов с целью подпитать головной мозг бесполезно но фармакологические компании этому скажут только спасибо если для лечения деменции то что называется старческим слабоумием в простонародье были назначены только на тропы и не были назначены противодементные препараты это ингибитор ацетилхолиностеразы и мемантин мы теряем драгоценное время когда процесс нейродегенерации в головном мозге еще можно было бы замедлить ни одно психическое расстройство не лечится только ноотропами в развитых странах такие способы лечения неизвестны расскажу о некоторых анотропах чтобы было понятно о чем собственно я веду речь что такое глицин это простейшая аминокислота которая входит в состав белков в продуктах питания например глицином богаты мясо яйца орехи после поступления в организм с пищи белки ощупляются на аминокислоты в том числе и глицин они используются организмом для синтеза своих собственных белков например куриное яйцо содержит 12 процентов белка из них чистого глицина 0,45 это примерно 4 таблетки по 50 миллиграмм вот представляете сколько глицина мы все-таки едим каждый день но сколько бы яичниц на завтрак вы не съели маловероятно что они решат а волшебным образом все ваши психические проблемы если таковые имеются глицин в мозге это нейромедиатор то есть посредник химического происхождения которые участвуют в передаче и усиление нервных импульсов между нейронами глицин оказывает тормозящие действия на нейроны именно поэтому ранее считалось что в дополнительный прием глицина может снизить тревогу побороть беспокойство и нормализовать сон но есть большое но глицин который мы едим кладем под язык или за щеку не проникает мозг к тому же это замечательная альтернатива врачу чтобы что-то доназначить не особо разбираясь в причинах обращения его как как бы можно назначить даже детям чтобы успокоить успокоить в кавычках тревожных родителей которым тоже хочется переложить всю ответственность на таблетки они заниматься улучшением внутри семейного климата вот так и пьем таблетки вроде лечимся в чем опасность встречаются случаи хотя редкие но они случаются когда бывает непереносимость когда чаще всего пациент в процессе как такового лечения просто теряет время глицин это живой пример плацебо и это не худший вариант есть пероцетам это самый первый в истории на троп его синтезировали в далеком 1964 году в 80 90-х годах считалось что пероцетам эффективен при восстановлении пациента после инсульта а также в лечении деменции или дислексии однако результаты исследований еще 2001 года показали отсутствие эффективности пероцетама в лечении острого ишемического инсульта и информация об улучшении работы коры головного мозга у здоровых людей после применения после приема пероцетама также отсутствует на западе пероцетам исключен из списка лекарственных средств и отнесен к биологически активным добавкам бадам еще одно средство пантагам или может быть вы слышали под названием капантенат кальция ноотропное средство которое якобы повышает устойчивость мозга гипоксии и воздействию токсичных веществ стимулирует анаболические процессы в нейронах сочетают умеренное седативное действие с мягким стимулирующим действием обладает противосудорожным эффектом уменьшает моторную возбудимость с одновременным упорядочиванием поведения но к сожалению это один из немногих препаратов которые даже не просто пустышка а он действительно опасен